Всем привет и добро пожаловать в очередной обзор от 151 убежища. Поехали! Сегодня мы продолжаем тему гранат. Гранаты. В нашем распоряжении сегодня в руки попали два вида гранат. Это М-26 и МК-2 от производителя Гранайт Фэктори. Ссылка обязательно будет в описании, где эти игрушки можно приобрести. А начнем мы, пожалуй, с гранат М-26. Вот это маленькое зелененькое чудо. Что оно из себя представляет? Оно из себя представляет гранату, в которой внутри находится Корсар-4. А точнее, пиротехника эквивалентна Корсар-4. У нее фитильный поджиг. Что это значит? Это значит, что инициация данной гранаты, а точнее взрыв этой гранаты происходит в течение 4 секунд. В отличие от тех, кто снабжен Корсаром-4 оригинальным, у которых задержка составляет примерно 7 секунд. Следовательно, с этими гранатами надо быть немного внимательней. Для того, чтобы им пользоваться, надо как только выдернули чеку, услышали, что она подожглась, кидаем и, собственно, происходит бум через 4 секунды. Держать и ждать ни в коем случае нельзя. Итак, маленькая зелененькая граната М-26. Представляет из себя пластиковый корпус с имитацией задержки. Я еще раз повторю, что это имитация, для того, чтобы эта граната выглядела довольно реалистично. Она повторяет по внешнему виду довольно распространенную гранату. Маркировку я, к сожалению, не помню. Возможно, это М-26. У производителя она поставляется в двух видах. Как в разряженном виде, то есть в полностью разобранном виде корпусов, начинки и кольца инициации, так и в собранном виде с Тортугой, точнее, с Корсаром 4, или, точнее, с Тортугой 4. Следовательно, вы можете купить два разных комплекта. Разумеется, в две разные стоимости. Ну, а второй на сегодняшний день представлена будет граната в сером пластиковом корпусе. Да, это пластик приятного серого металлического цвета. Также с инициацией с помощью кольца граната. Ну, собственно, она мало чем отличается от своего предшественника. МК-2 представляет из себя пластиковый корпус с имитацией задержки. И, опять же, говорю, что имитация задержка 4 секунды. И, кстати, у производителя она появилась совершенно недавно. И в руки она мне попала, ну, считайте, как на испытание. Хотя здесь она отличается от М26 только тем, что, ну, пластик внешнего вида немного другой. А так, техника действует то же самое. Дернули кольцо, бросили, ба-бах, 4 секунды. В руках не держим. Никакой задержки нету, как в той пинтбольной гранате, что мы обозревали совершенно недавно. Посему дергнули кольцо, бросили. Или дергнули кольцо, оставили, убежали. Преимуществом данных гранат является то, что они выполнены в пластике. И влаге они не подвергаются. Они очень хорошо проклеены. И, собственно, вода туда попасть практически не может. Разумеется, если вы их не утопили. Ну, а теперь, что попусту болтать. Давайте просто их бахнем. Первой на очереди у нас пойдет граната М26 в пластиковом корпусе зеленого цвета. В общем, дергаем кольцо, ставим и убегаем. Для меня это вдвойне опасно, потому что мне надо ее ставить здесь, чтобы вы видели, что происходит с этой гранатой. Ну, собственно, поехали. Вы знаете, я слегка ошибся. Внутри был он не Корсар 4, а Корсар 6. Потому что бахвало, мягко говоря, вкусно. Да нет, на самом деле у производителя указано все-таки Корсар 4. Второй на очереди у нас будет МК-2. Собственно, все то же самое. Пластиковый корпус. Внутри, я уже сомневаюсь, то ли четверка, то ли шестерка. Скорее всего, уже шестерка. Давайте просто посмотрим. Давай-давай-давай. Классная штука. Я в восторге. Надо будет еще побахать. Бросаем. Ай, ну. В общем, было весело. Ну и попробуем МК-2. А внутри, внутри у нас находится самый настоящий экологически чистый горох. Ой, а это пластиковая пулька китайская. Как показала практика, использование этих двух гранат, ну, собственно, потрясающе. По причине той, что вот мы их используем сейчас в помещении, и я заметил, при взрыве разнос шаров происходит практически по всему помещению. То есть, если вон там вот за угол спрячется кто-нибудь, давайте я вам покажу. Тут угла вам не видно. Вон там вот за угол кто-нибудь спрячется, то его обязательно шарами, ну, собственно, порешит. Ну, а на этом у меня все, или почти все. Спасибо за то, что посмотрели это видео до самого конца. Вот здесь вот можете нажать и перейти на мои предыдущие выпуски. А также можете подписаться на канал, оставить комментарий внизу и поставить пальцы вверх, если вам понравилось это видео. Всем удачи и всем пока. Ну, собственно, взрывы уже были. Бааааай! Бааааай!